Друзья, всем привет! Вы на канале своими руками, с вами Макс. И опять видео, тема у нас отмостка. А кто первый раз у нас на канале, обязательно подпишитесь. Друзья, если вам так тяжело ставить лайк, не дай бог не ставьте, не надо. Я не хочу, чтобы из-за моих приходей кто-нибудь надорвался и там грыжу какую-нибудь схватил. В сегодняшнем видео мы продолжим тематику про отмостки и расскажу, как можно сделать, организовать самую дешевую отмостку. Самое дешевое, что ни на есть, дешевле вы не найдете. Ну а для начала, ребята, я вам рекомендую посмотреть список нашего инструмента, которым мы пользуемся, который зарекомендовал уже годами, который я вам могу посоветовать. Весь список будет под видео. Зайдите, посмотрите, может что-то для себя, интересно найдете, заказывайте, приобретайте. Этим всем инструментом мы работаем и я могу за него ручиться. В общем, друзья, у нас опять волшебная доска и с вами я, хул, художник типа. В прошлый раз засветил доску, не рассчитал, было солнышко в окно и при монтаже, короче, я только понял, что все засвечено и плохо видно. Прошу прощения. А теперь хочу вам показать, как можно сделать самую дешевую бюджетную отмостку. Для чего она нужна? Да для того, что, допустим, вы строите здание, а в наших условиях, к сожалению, мы не можем быстро построить. Мы не можем за сезон строить дома, бани, какие-то пристройки, постройки. Соответственно, у нас затягиваются на это на долгостройки. К сожалению, с нашей жизнью. И знаю людей, знакомых многие, строят по несколько лет. А защищать фундамент нужно, по сути, с первого года его жизни. Грубо говоря, мы фундамент сделали и желателем с первого года начать защищать. Что же делать? Как быть? Денег на отмостку хороших, качественных нет, времени нет, но защитить фундамент надо. Смотрим. Вот наш фундамент в разрезе. Это лента. Вот идет грунт. Удаляем грунт. Вот так вот, грубо говоря. Под наклоном. Наклон, блин, наклон 2%. Получается 2 см на метр. Средний 2-3 см. Вот этот вот, в 2-3 см на 1 метр. Грунт. Дальше что? Самое интересное. Идем, берем, покупаем самую плотную полиэтиленовую пленку, которая у вас есть в вашем магазине. Я понимаю, что многие зрители живут в периферии, в деревнях, везде. Поэтому, пришли в магазин, посмотрели, какая есть полиэтиленовая пленка. Самая, что ни на есть, там, плотная. Их видов много. Самую тонкую уж не надо брать. Самую плотную выбрали. Или же рубероид. И устилаем с нахлестом сантиметров 10-15 на фундамент. И сюда. Пленку полиэтиленовую. Дальше. Обратно присыпаем это все дело грунтом. Вот это место, пленка, где... Берем вот такой подобный герметик. Название фирмы не показываю. Для кровли. Герметик, самое главное, битумный, черный. И этот стык и промазом, и приклеиваем будет держаться надежно. Дальше. Засыпали грунт. И при необходимости посадили здесь цветочки. И у вас будут даже расти цветочки. И никто не будет знать, что даже у вас тут есть отмостка. Но это есть самая дешевая бюджетная отмостка. Цена этой отмостки будет там в пределах 1000 рублей, грубо говоря, по всему периметру. Ну, если с герметиком, ну, полторы. Вот. Самая бюджетная отмостка. Если же хотите сделать отмостку с дренажом, тогда грунт мы убрали. Здесь нам нужно сделать под дренаж выемку. И вот это место уже мы не простой полиэтиленовой пленкой или там рубероидом заделом, а специально перфорированной мембраной, которая производится из очень прочных полиэтиленов. Она очень надежна. У нее срок службы там лет 50-60. Это называется мягкая отмостка. И не надо даже будет заморачиваться со всякими бетонами. Ничего. Купить ее. Ценник тоже такой лояльный. И все будет у вас хорошо. Заложили ее. Тут организовали дренаж. Дренаж, если интересно будет, напишите в комментариях про дренаж отдельно. Снимем, посмотрим. Все. И так же засыпаем все это грунтом дело. И так же садим интересные цветочки. Ну, тюльпанчики, одуванчики. Не знаю, кому-то нравится ли кактусы. Садим кактусы. Так же вот эти вот мембраны идут, которые перфорированы, они идут еще с геотекстилем. Интересная такая система. Укладывается эта мембрана. Ну, тут нахлест, скажем. Вот она идет. В увеличенном я рисую. Она с такими прыщиками идет. Назовем ее прыщавая мембрана. Вот так вот. Под уклон. На этой мембране натянут геотекстиль. В чем смысл? Мембрана у нас в воду не проводит. Ну, так это прыщики. Ну, и такие прыщики, шарики. Такие маленькие пенечки, короче. Или конусы. По-разному бывают. Вот. Так как она воду не проводит, а геотекстиль проводит, принцип работы. Сверху засыпается желательно типа щебеночкой слоя немножко. А потом уже у нас грунтом присыпается. И опять же тут можно посадить цветочки. Красивые. И будет ходить и радовать, что вдоль у вас, ну, или газонутру. Не важно. Как будет это, в принципе, работать? Вот эта система. Влага будет проходить сквозь грунт, сквозь щебеночку нашу мелкую. Также влага проходит через геотекстиль. Геотекстиль, грубо говоря, это марля, через которую вода проходит. Но она очень прочная и долговечная. Вот здесь вот там грунтов, влаги, что она не приятнее к нее. Все, влага будет проходить и уже в мембрану вот сюда вот будет. И между пупырышечек вот эта влага будет скатываться уже сюда вся. Но для чего геотекстиль? Для того, чтобы грунт, вот этот вот щебень, земля, она не забила вот эти вот все пупырышки. Получается, как бы вот этот натянут геотекстиль, он не дает всему грунту падать и забивать вот все вот эти поры. Все, и получается у нас как прослойка такая в воздухе висит. Цена лояльная, делается довольно-таки быстро. Самое главное, она не боится никаких морозных пучений. Все, что изменение в грунте, она гибкая, эластичная, ей пофиг, она не рвется. Монтаж на ее те вентрии, как ее там правильно монтировать, никаких тут ничего дополнительных не надо, подсыпок, не отсыпок, просто можно грунт под уклоном сделать. Но если интересно, можно там песочком более ровно выровнять. ее сделать. Крепится она внахлёст на стены в сантиметрах 10-15 и специально там дюпель, гвозди идут прямо к фундаменту прибиваются. Все, все четко, быстро, дешево, бюджетно, без заморочек. Ребята, кому интересно, вот этот момент я вам не рассказал в том видео, показал. Если еще какие-то будут вопросы по отмосткам или еще что-то, какие комментарии больше наберут, снимем обязательно в видео. Все, пишите обязательно комментарии, напишите вопросы под видео, а мы будем снимать, рассказывать, показывать. Если был видос полезный, обязательно лайкусик и не называйте меня попрошайкой, блин. Я же вам снимаю ролики, я же вам показываю, отвечаю на ваши вопросы. Я же вас не называю любопытными, потому что вам отвечаю на все вопросы. Так что, все, друзья, всем мира и добра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok